приветствую друзья подключил я все камеры из набора видеонаблюдения с сайта aliexpress вот так это все у меня выглядит на мониторе вывел изображение через вга разъемчик вот так вот это все тоже выглядит посмотрите камеры подключается rg-45 кабелем то есть без разницы такой стороной мы видим что здесь индикации есть на каждой камере up down link так называемый сейчас я покажу на мониторе так все выглядит то есть соответственно здесь нужно еще камеру отрегулировать но пока вот так вот этому видно будет ставил я жесткий диск жесткий диск пока на первое время 500 гигабайт я думаю то на недельку непрерывной записи хватит смотрите кому интересно сразу смотрим потребление всей системы 25 26 ватт можно так сказать то есть если использовать хороший бесперебойный блок питания я думаю час он будет держать спокойно то есть если 500 600 ваттный использовать то как мы видим не очень много потребляет ну соответственно еще прикиньте когда ночью включается инфракрасная подсветка в каждой камере ну может быть еще ватт вата 4 прибавится может быть чуть больше то есть до 30 ватт стабильно жестким диском система потребляет так наш процессор давать сейчас сразу измерить температуру чтобы все вопросы но 28 градусов на процессоре и на радиаторе тоже 28 градусов то есть система почти не греется то есть в принципе на процессор теплотвод не нужен вот что еще хочу сказать вибрация жесткого диска еле ощутимы вообще то есть все отлично ну конечно тоже зависит еще от жестких дисков если какую-то линейку использовать green если брать west and digital то вообще я так думаю еще даже и снизится потребляемая мощность ну давайте теперь по меню пробежимся сейчас я камеру установлю на штативчик и мы посмотрим уже меню данного видеорегистратора итак друзья при подключении жесткого диска у вас он автоматически отформатируется то есть сразу предупреждаю об этом если эта информация у вас была если вы используете ну скажем не новый жесткий диск то соответственно форматируется и сотрется так ну давайте смотрите первое переходим главное меню у вас изначально как и у меня система была на английском языке то есть сразу выскочили такое сообщение вам где вам необходимо будет настроить время то есть часовой пояс время дату отображение даты мне будет удобнее что сперва идут дни месяцы годы здесь можно сделать по-другому формат времени 12 или 24 часа и язык соответственно у вас будут английский изначально вы переключаетесь в этом меню на русской то есть вот таким образом при заполнении HDD то есть жесткого диска будет либо остановленная запись либо перезаписываемая запись то есть соответственно я написал точнее выбрал пункт что запись должна быть перезаписываемая так имя устройства это не не столь важно можно тоже задать любым способом дальше давайте с первого меню начнем так это у нас настройка записи внизу как мы видим подсказки есть настройка времени записи то есть здесь мы можем указать какой канал будет записываться с какого канала будет записываться информация видео то есть либо все камеры будут записываться либо 1 2 3 4 то есть соответственно как угодно сколько будет длина ролика идти 60 минут 30 минут ну и так далее ну я не знаю 30 минут я думаю достаточно будет по-моему вот перезапись в секундах здесь я ничего не указываю период то есть камера работает круглосуточно также мы можем если здесь установлен у нас первый канал мы можем проставить соответствующие маркеры действия какого-либо вот ну не буду здесь подробно тоже останавливаться этому понятно в каждом случае будут индивидуально сюда работать поиск и воспроизведение видео файлов то есть если у вас жесткий диск уже скажем так проработал недельку вы уже можете посмотреть информацию которая здесь есть где-то просмотреть события я только сегодня подключил поэтому здесь информация особо никакой нет еще дальше архивация архивирование файлов в этом случае скорее всего я так думаю что либо можно подключить даже к свободному usb разъему тот же CD-ROM записывать данные видите прожиг до есть либо куда флешку ну то есть это это понимаю меню которое именно работать по архивации данных дальше тревога второй пункт это движение то есть настройка параметров детекции движения активная область чувствительность тревога опять же такие указан для каждого канала либо отдельно либо все канал записи какой будет то есть опять же таки для всех как бы ситуации здесь ну не предугадать действие поэтому все индивидуально здесь настраивается следующая так закрытие камеры если камеру закрыли что в этот момент должно происходить либо тревога не будет сигнал либо на почту вам будут справляться сообщения там вот видите отправка имейла также написать ходить это скорее всего если ваш видеорегистратор поддерживает дополнительные датчики то есть соответственно может быть загораться какая-то лампочка там надпись дальше потерянный сигнал потеря сигнала то есть либо питание включилась либо интернет прервался настройка параметра в случае потери видеосигнала то же самое либо для каждого канала делаем либо для каждой из камер либо вообще точнее камеры так выход настройка входных датчиков опять же этот видеорегистратор не поддерживает датчики если у вас другой видеорегистратор то есть соответственно можно настроить на каждой датчике либо действия ошибки это лог ошибок ошибка накопителя нет места на жестком диске отсутствует опять же при каждой ошибке видеорегистратор через интернет будет отправлять вам уведомления сообщения либо это будет пища какая-то стоять зума в этом моем видеорегистраторе зумы кстати выполнена хорошо поэтому не будут надоедать потому что некоторые приключения пикает при каких-то определенных моментах сбоя он тоже пикает напрягает так отправить email тоже можно сделать третий пункт это общие настройки мы уже это разбирали компрессия соответственно на каждую на каждый канал можно поставить компрессии здесь идет кодек 264 h 264 также мы можем выставить качество видео 720p это цифровой формат 1080p и аналогов скорее всего формат там будет наподобие что такое не за 480 либо DVD формат число кадров 15 кадров и 19 кадров это variable битрейт называемый либо константа битрейт то есть постоянно битрейт либо постоянно будет изменяться варьироваться качество можно поставить очень низко либо самая высокая сейчас мне стоит самая высокая если у вас интернет не тянет если вы удаленно просматривать эти камеры через интернет то ставим самое низкое качество например и смотрим уже насколько и повышаем то есть каждый раз повышаем и смотрим насколько будет комфортно смотреть и видео удаленной тоже время чтобы не интернет ваш как бы не просаживался так кадры интервал это честно говоря здесь непонятно это только в процессе эксплуатации можно будет подрегулировать это все видео звук соответственно если у вас есть еще и звук то мы ставим галочку у вас получается но если камере подключен микрофон либо опять же таки видеорегистратор у вас поддерживает микрофон вход звука то ставим соответствующие галочки так дальше сетевые параметры сеть это если у вас проводная сеть соответственно ставим еж себе это выдача айпи адрес автоматом у меня так сейчас стоит все это приоритет если опять же таки у вас качество интернета не очень сейчас у меня здесь выделена линия интернета поэтому приоритет качестве ставим то есть камера показывает максимальное качество через интернет если у вас интернет слабенький мы выставляем приоритет скорости то есть ну соответственно качество видео сигнала теряется на вот но вы можете смотреть удаленка либо адаптивно соответственно такой вариант что видеорегистратор сам подстраивает качество битрейта качество видео сигнал уже и передает его через интернет можно там поставить кстати скажу адаптивным сетевые службы это у нас здесь порты прописываться В принципе, если у вас, как и у меня, в этот порт оплинка вставлен сетевой кабель уже от маршрутизатора, соответственно, там уже IP-адрес автоматом выдается, интернет хороший, быстрый у меня в данном моменте. Поэтому ничего здесь, ничего трогать не надо. Так, дисклей. Это, соответственно, если сейчас мы будем использовать дисплей, какой-нибудь телевизор Full HD, то выставляем, соответственно, 1920 на 1080. В моем случае это 19-дюймовый монитор, через аналоговый VGA выход поступает сигнал к нему, то есть это 1280 на 1024, ну, чуть больше можно поставить, но, опять же, здесь такого разрешения нет. Дальше, прозрачность этого меню можно регулировать, кому как, в принципе, можно, допустим, и так поставить, будет намного четче статус тревога, здесь галки стоят тоже. Вот, дальше, учетная запись, здесь мы уже делаем, скажем так, разграничение учетной записи для входа в управление видеорегистратором, то есть эти две учетные записи не удаляются, это по умолчанию. Мы можем просто добавить людей, добавить другие учетные записи, если это охранная система, чтобы охранник заходил и просто, например, смотрел какие-то определенные моменты в течение дня видео. Но он не смог, допустим, сделать какие-то настройки, поменять там, либо удалить, все это сделается в учетных записях, ставится пароль и все остальное. РС-485, это, честно говоря, здесь не знаем, здесь, скорее всего, протоколы стоят, да, протоколы, ну, с таких вот производителей мировых видеосистем видеонаблюдения, Дахуа, вот, и Хиквижн, кто занимается видеонаблюдением, они должны в этом понимать, они должны узнавать этих фирм, это самые популярные фирмы, вот, соответственно, у них свои протоколы там и так далее. Скорость компорта идет, то есть, оставить по умолчанию 9600. Вот, опять же, если вы здесь что-то не так настроили, вы можете это всегда сбросить, всегда возродить по умолчанию, соответствующие настройки, заводские применить. Ничего страшного, вы здесь не сделаете. Так, обход. Это у нас, скорее всего, датчики, которые подключаются к видеорегистратору, не буду повторяться, датчик у меня нет. Так, цифровые. Установить режим канала и цифровое значение параметров канала. Что это такое, цифровые каналы? Это, скорее всего, да, это IP-адреса. Опять же, если у вас система видеонаблюдения не, как у меня, 4 камеры, а больше, например, там, 32 камеры, здесь может быть что-то и нужно менять. Например, более ответственные помещения, вы ставите там пропускную способность канала больше, менее ответственные, меньше. Так, состояние канала. Это сейчас у меня 4 канала подключены камерой, они вещают в максимальном разрешении своем, 1080p. В состоянии подключено. Режим канала. Это максимальное число поддержанных каналов 2, максимальное число просмотра 4. Не знаю, что это такое, не понимаю. Так, дальше. Расширенные настройки, управление HDD, то есть жестким диском. Тип чтения-запись, обычный статус, объем 465,76 гигабайт. То есть, соответственно, у меня 500 гигабайт на жесткий диск. Посмотрел я в характеристиках, до 6 гигабайт поддерживает данный видеорегистратор объем жесткого диска. То есть, 4 можете поставить, 2 и так далее. 6 гигабайт, это вообще вам на месяце 2 все-таки хватит таких объемов. Вот. Значит, здесь мы можем форматировать жесткий диск, восстанавливать, резервную копию делать. То есть, полностью управление жестким диском. Так, обновление. ПО. Соответственно, через интернет я здесь пробовал. Ну, вот у меня сейчас интернет подключено, что-то не обновляется. Скорее всего, где-то что-то, если прошивочка какая-то выходит, либо мы с фэшки обновляем, либо через интернет. То есть, здесь все появляется. Дальше. Устройство. Настройка информации с жесткого диска. Аудио вход, в котором у меня нет тревожный вход. То есть, какие-то датчики подключенные. То же самое здесь. Ничего нет. Если вы здесь подключаете уже к входу по E умную камеру, которая имеет автофокусировки, какие-нибудь там настройки поворотов. То есть, здесь можно подрегулировать конфигурацию. Включить автоматически выполнение задач. Так, смотрите. Если интересная функция, такая удобная, кстати. Если эта данная система видеонаблюдения удаленно находится, например, где-нибудь там за тысяча километров от вас. Вот. Вы можете, допустим, чтобы в случае каких-то зависаний, там, не знаю, каких-то... Да вообще, даже в качестве профилактики, чтобы система каждый раз себя перезагружала, мы можем по календарю настроить события. Вот. Либо никогда она не перезагружается, либо, допустим, каждое воскресенье в определенный час времени можно указать. Вот. Соответственно, автоматическое удаление старых файлов. Если у вас, например, там, опять же таки жесткий диск, каким-то образом, ну, не ждать его заполнения, вы можете, опять же таки, выставить, чтобы файл, допустим, за недельный. Перезагружаем. Все. У вас все по умолчанию. Вот. Импорт-экспорт. Это вы можете данные настройки, если вы хорошо все настроили, чтобы потом в случае каких-то сбоев, либо клонировать даже. Если эти настройки можно, если вы закупили такую технику, например, для своих помещений, чтобы каждый раз не настраивать заново, вы конфигурацию слили, один раз настроили, слили на флешку, и потом это все размножили уже на другие устройства. Так. Так, выход, это как компьютер, выход, стоп, перезапуск. То есть, все понятно. Так, ну и сведения. Сейчас, одну минутку. Сведения. Это информация о жестком диске. Опять же таки, статусы. Сколько осталось, сколько, то есть, у меня сейчас выйдет чуть-чуть, буквально 20 мегабайт записалось, да, получается информация. Вот. То есть, время записи, чтение записи, BPS, информация о битрейте. Первый канал у меня 4, точнее 4 тысячи 300 килобит в секунду. Вот. Ну, вы можете посмотреть. То есть, камера, в принципе, одинаковая. Все работает, транслирует сигнал. В зависимости, конечно, битрейт будет разный при разных условиях. Так, журнал работы, вход, выход, то есть, все, что вы здесь делали. Вот, допустим, удалить журнал. И все. Можете просматривать журнал, то есть, по календарю. Если сюда, допустим, не постоянно не стирать эти все данные, то можно посмотреть, допустим, что было неделю назад. И версия прошивки. Кто-то мне спрашивал, кстати, в комментариях по поводу дальности инфракрасной подсветки. Это когда я уже инсталлирую эту систему уже на дом. То есть, сделаю монтаж. Ну, по моим ощущениям, где-то метров 15-20 будут 100% эти два инфракрасных светодиода. Вот эти вот покажу сейчас. Два вот этих инфракрасных светодиода будут хорошо пробивать тьму. Вот. Камеры пылевлагозащищенные. Алюминиевый корпус. То есть, честно говоря, очень довольны этой покупкой. Рекомендую. Кто задумывается о покупке системы видеонаблюдения, обязательно приобретайте такие системы. Вот так вот есть приложение. Вот сейчас онлайн мы видим. Камеры, да? Допустим. Давайте сейчас как-то сделаем. Так, значит, приложение как называется? Сейчас я выйду с него. Приложение называется... Вот так вот называется. Сейчас фокус, 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 фокус. Где-то есть. Фокус, фокус. X, M, E. Ну, вот приедет, да? Нажимаем сюда. И сразу... Ну, то есть, во-первых, на этом сайте нужно зарегистрироваться. Это китайский сайт. Есть английский интерфейс. Там ничего сложного нет. Для регистрации вам понадобится почта, кроме ru-доминов. То есть, я на gmail.com регистрировал учетную запись. Потому что на мейловские серверы на Яндекс не пропускал. Почему-то у меня так было. Вот. То есть, здесь мы можем просматривать онлайн. Выбирать. Сейчас попробую. Так, 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 так. Еще раз. Realtime. Ну, что это? Realtime у меня. Вот, буферизируется. Все. Вот у меня онлайн, видите, да? Вот я даже к камере подношу. Ну, вы видите, что вот эта часть двигается. Соответственно, четыре окошечка. Четыре окошечка. То есть, все работает. Все отлично. Все замечательно. Кстати, смотрите, это приложение у нас английский интерфейс имеет. Есть русский интерфейс. Такое же приложение. Сейчас покажу. Называется он. Так. Touch. Matrix Touch. Сейчас покажу. Одну минутку. Загрузилась учетка. Только переработан уже русский интерфейс. А все остальные настройки все абсолютно одинаково. Сейчас у меня он загрузится. То же самое. Только русский интерфейс. Видите, что видео реального времени здесь. Дальше. Вот это мы просто прокручиваем. И опять же, вот так вот мы смотрим. Все. Все вот эти вот функции у нас. Здесь, кстати, тоже поток идет. 24 мегабита в секунду. Сейчас. Что-то не тыкается. Эй, друг. Вот все. Два раза на тыкать. Вот видите, да? Все отлично работает. Единственное, нужно нормальный интернет. Для этой всей системы. Ну, то есть нормальный. 3G, 4G будет еще лучше. Вот. Пожалуй, на этом видео свое закончу. Очень довольны покупки я. Ссылочка будет под этим видео на эту систему. Видео наблюдения. Также смотрите другие мои видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok